Варианты подбора УЗИП для слаботочных систем Чтобы подойти технически верно к этому выбору, мы должны сначала с вами определиться, что же такое слаботочная система Итак, мы с вами работаем с различными электротехническими системами Каким образом их можно классифицировать? Существуют две главные группы Электротехнических систем Первая группа электротехнических систем это системы электроснабжения Собственно, это и есть вся наша силовая энергетика Электростанции всех типов Электроподстанции, так называемые ТП, трансформаторные подстанции Высоковольтные более 1000 вольт линии электропередач Как правило, 10 и более киловольт И, наконец, распределительные сети, приходящие либо в ГРЩА предприятий и административных учреждений Ну, например, школ, больниц, либо к потребителям в жилые дома и коттеджи В распредсчеты данных зданий Ну, вот вы здесь видите общую панораму В принципе, все понятно Значит, все вот это и есть системы электроснабжения И вот их определение То есть, основная мысль заключается в чем? Что вот эти системы обеспечивают передачу мощностей электроэнергии в чистом виде Как можно более эффективно и как можно в большем объеме Интересна классификация вот этих систем электроснабжения Как и любые системы, они классифицируются по различным признакам Вот здесь вы можете увидеть, по каким направлениям идет эта классификация Что нужно добавить к этому слайду Вот для нас интересны здесь как бы некоторые пункты Начиная с четвертого пункта По числу фаз Эта классификация имеет большое значение Как правило, встречаются однофазные и трехфазные системы электроснабжения Почему это важно? Потому что если мы будем подбирать УЗИПы То первое, что возникает вопрос для силовых систем Это их количество фаз Соответственно, дальше очень важный момент Который неочевидный, но очень мудрый и достаточно сложный, запутанный Это режим нейтрали То есть, на самом деле, существуют разные варианты Вот подключение этой нейтрали Она может быть изолированная, нейтраль, глухозаземленная И в зависимости от этого Мы называем сети различными Как бы образом То есть, появляется некая терминология Которую вы, наверное, слышали или видели В обозначениях силовых УЗИП Это ТНС, ТНС, ТНСС, гибридный вариант ТТ, глухозаземленная нейтраль Но вот, например, самое распространенное, что касается нейтрали Это системы ТНС ТНС, то есть, это фазы S-separated, отделенные от заземления То есть, отдельно идет нейтраль и отдельно идет земля А вот, например, ТНС-системы, которые тоже очень популярны И, в общем-то, большинство из них по-старому, как бы, по традиции до сих пор существуют Заключается в том, что ТНС-система Это когда, например, земля соединена электрически с нейтралью То есть, это один провод Вот это очень важно также при подборе УЗИП силовых Ну, мы коснулись этой темы Она, на самом деле, широкая Можно ее потом будет осветить, если будут вопросы отдельно Еще я бы выделил во всей этой истории категорию электроснабжения Вот, любой, наверное, есть тут и проектировщики, и разработчики Понимает, что такое категория электроснабжения А кто не знает, я просто напомню Есть несколько категорий Первая, вторая, третья Категория надежности обеспечения электроснабжением Вот это интересный вопрос и принципиальный Почему? Потому что, когда у вас есть категория первая То это означает, что у вас абсолютно надежная Со степенью 99 и более процентов Система обеспечения электроснабжением И вам не надо применять никакие источники бесперебойного питания То есть, эти системы делаются так, что обеспечивают два ввода в ГРЩ Байпасы, бесперебойники стоят в самих ГРЩ и даже дизель-генераторы Такие категории очень важны на особо важных объектах Но в жизни, как правило, бывает вторая и третья категории И вот тогда нам надо применять так называемые источники бесперебойного питания То есть, аккумуляторные и прочие Ну вот, эти моменты я хотел уточнить Далее мы с вами рассмотрим теперь, наконец-то, слаботочные системы Собственно, то, ради чего мы и собрались Что такое слаботочная система? Хотя я бы назвал эти системы, вот вы видите тут определение Что это слаботочная система, где идет передача информации, обеспеченная слабыми токами Я бы назвал эту систему высокоточной Вот это мое мнение как проектировщика, как ГИП и разработчика Потому что нет ничего более сложного слаботочных систем Они вовсе не слабые Но слегкой руки наших силовиков Потому что у них сильноточные системы Силовые, да, системы электроснабжения Для простоты они обозвали все остальное, что их не касается, слаботочными системами С чем мы живем? Главный смысл слаботочной системы в том, что это система для обработки и передачи информации Неважно, какая это система Вот здесь внизу есть маленькая расшифровочка Вы можете посмотреть, это один из парадоксов системы То есть на самом деле потребление этой системы и мощность сигналов Может существенно превышать любую систему электроснабжения Конкретно Например, радиолокационная станция, которая все на своем пути выжигает Либо наши вещательные башни Там Останкина и так далее, Эфелева Мощности колоссальные И вот тем не менее, вот эти передающие, прям передающие антенны Все это будет называться слаботочной системой Например, слаботочной системы Значит, как правило, в данном случае Очень часто у нас интегрированы системы безопасности Которые включают в себя сразу достаточно много различных подсистем Мы к ним сейчас перейдем дальше На этом слайде вы видите, что здесь От пожарной сигнализации до охранной сигнализации До управления въездными воротами В том числе лифтами Все это будет называться слаботочными системами Ну вот давайте двинемся дальше Перейдем к такой уже нормальной классификации этих систем Значит, здесь на слайде видно, что в любом промышленном предприятии, бизнес-центре Существует множество слаботочных систем Ну вот, к примеру, можем остановиться на некоторых из них Система дымодавления и противопожарная автоматика Ну что это такое? Это важнейшая система, которая обеспечивает безопасность И особенно спасение людей при пожаре Вот если бы их было побольше, было бы меньше катастроф в нашей стране Что это такое? Это система включением пожаротушащих установок То есть это противопожарная автоматика Значит, это система управления клапанами Включающими пожаротушение установок Они могут быть газовыми, могут быть спринчерными То есть когда брызгается вода из тонкого раструба Другие системы Включение вентиляторов дымоудаления То есть вот, например, система дымоудаления Может быть, не все ее видели Но это представляет собой огромные, например, два вентилятора в помещении Которые начинают вытягивать дым Собственно, который там возникает в процессе горения То есть это важнейшие, сложнейшие системы Так, ну вот, мы их подсветили, да? Забыл я их показать Вот, дальше Хочется остановиться на, например На системах диспетчеризации и управления Значит, что это такое? Ну вот здесь вот, на этом, как бы, слайде Система диспетчеризации и управления Контроль управления Сейчас, сейчас, сейчас Так, вот она у нас, система управления инженерными системами Она еще называется и таким образом в народе Что это такое? Это контроль датчиков систем отопления, газоснабжения, вентиляции Запуск и контроль режимов работы котлов, обогревателей и прочих инженерных систем здания То есть это, как бы, автоматика управления зданием Средства охраны периметра, например, да? Вот тоже слаботочная система Средства охраны периметра Так называемые SOS сокращенно, да? Включает в себя датчики инфракрасные, пассивные, активные, вибродатчики Радиодатчики, оптические датчики и контроллеры То есть это система охраны периметра То есть на первом этапе человек ее пересекает И об этом узнает, например, охрана Пожарная сигнализация Ну вот в чем отличие пожарной сигнализации? Что ее задача не потушить пожар Чтобы никто не путал, когда нам рассказывают про пожарную сигнализацию Что вот там есть она в здании или нет А просто зафиксировать факт возгорания Поэтому пожарная сигнализация, она обнаружит возникновение возгорания С помощью тепловых, дымовых, оптических и других современных датчиков И дальше в автоматическом режиме тревога должна передаваться в МЧС И одновременно на пост охраны Ну вот это такая иллюстрация натуре А вот теперь мы переходим к серьезным вещам Это название данных систем в проектах Потому что когда у вас будет заявка на УЗИП И у вас будет документация Где он будет находиться В общем-то мы постепенно к этому подходим Это будет некий проект Вы увидите некое название СКС Допустим СПД, ОПС На самом деле эти названия, которые в заголовке каждого листа проектной документации Они строго гастированы Вот поэтому мы немножко, я считаю необходимым, остановимся на них Значит в таблице приведены основные из этих систем Пару слов о некоторых системах СКС Знаменитая структурированная кабельная система Неотъемлемая часть любой слаботочной системы Хотя, собственно говоря Самих слабых токов в ней никаких нету То есть это чисто пассивная система Что она из себя представляет? СКС, когда вы услышите Это система конструктивов Кабелей, лотков Опусков, подъемов Различных стоек Телекоммуникационных Кабелепроводов И в том числе и патч-панели То есть заканчивается обычно СКС Кабельный Так называемый Либо патч-панелью для медных Кабелей Либо оптической панелью Для распайки Или сплайс-кассетой Для оптических кабелей Абсолютно пассивная система Часто поэтому ее называют пассивкой Проектировщики и разработчики Комплексов Дальше Следующая система Которая представляет интерес Ну вот, например Система связи Ну здесь все понятно Это современная Телефония И видеоконференц-связь Они достаточно сложные системы Задействованы Высокие достаточно технологии Далее Система передачи данных Часто Эту систему передачи данных Объединяют В составе системы Локальных вычислительных сетей ЛВС То есть иногда люди говорят ЛВС подразумевая СПД Ну как бы Локальная вычислительная сеть На самом деле Она может Включать в себя Как бы СПД Плюс СКС Как правило Примерно так получается Хотя СКС Может быть в разных Проявляется Системах И не обязательно В ЛВС находиться Как таковой Что включает в себя Вот собственно Система передачи данных Стоит на этом остановиться Это Коммутаторы Машрутизаторы Роутеры Медиаконвертеры Модемы То есть это Каналообразующая аппаратура Которая Естественно Требует электропитания И поэтому Она называется Активной То есть она требует Ее включения И это Аппаратура Которая собственно И обрабатывает И формирует данные Система передачи данных Далее Интересная Ну какая еще система Система пожара И тушения И дымоудаления Мы уже с вами Вкратце остановились Система видеонаблюдения Данные системы Они могут называться Совершенно по-разному Например СВН Система видеонаблюдения СТВН Система телевизионного Видеонаблюдения Дальше СТВ Система телевидения Хотя вам скажут Что это система телевидения Но это вовсе Не тот телевизор Который стоит в здании Это телевидение Именно охранное СОД Система охранного Телевидения Я уже тут просто Не стал писать Но Значит Тем не менее Значит Следующая система Это Система контроля Управления доступом Система Оповещения Управления эвакуации Это система Как бы Динамиков Которые используются Для Уже подачи тревог Ну и так далее Значит Ну вот такие есть ГОСТовские обозначения Как правило Все слаботочные системы Интегрированы То есть Они Объединены Между собой На основании Различных Различных Как бы Общих Моментов Значит Соответственно Здесь вы видите Объединены Инженерные системы Между собой Различные Которые уже были упомянуты Системы безопасности Потому что У них могут быть Общие рабочие места Общие сервера Общие хранилища И системы Связи В том числе Ну вот Наконец-то Мы с вами Переходим К УЗИПам Для слаботочных систем Собственно Рачем мы и собрались Они бывают Различные Почему нам В общем-то Нужно Применять В слаботочных Системах УЗИПы Значит УЗИПы В слаботочных Системах Необходимы По следующим Причинам Как вы видите УЗИП В слаботочных Систем Это Достаточно Насыщенный Как вы уже поняли И сперечни По количеству Серверов По количеству Оборудования Системы Поэтому Главное Как правило Наиболее Интересный Компонент Этой системы Который стоит Очень достаточно Дорого Это Например Следующий Обязательно В каждой системе Существует сервер Один Или их будет Несколько Существует Пассивное Коммутационное Оборудование Это Медные Оптические Панели Но Эти панели Мы не защищаем УЗИПами Существуют Хранилища В виде Отдельных Блоков На основе Дисковых Массивов Они могут Быть Также Интегрированы В корпуса Сервил РОВ Существует Система Передачи Данных То есть Это Та самая Активка Которая Мы говорили И Очень Дорогая Часть Это Аппаратура APC Аппаратура Бесперебойного Питания Которая Занимает Существенную Часть Объем Любой Стойки И стоит Очень Больших Денег Значит Вот Что касается Этой Системы Как только У нас Хотя бы В одном Случае Нарушится Какой-то Из этих Компонентов Система Естественно Ложится Но Мало То Что Она Ложится После Этого Получается Еще Что У нас Мы Несем Колоссальные Убытки Потому Что Если Конкретно Экономический Расчет Данных Систем Посмотреть То Мы можем На вскидку Например Определиться Вот Сколько Стоит Система В чем Заключает Собственно Необходимость Применения Узипов Например Сервера Микроника Для Видеосистемы Рассмотрим На примере 24 Камер Стоит Скажем 600-800 Тысяч Рублей В зависимости От Количества Ядер Процессора И Хранилища Скажем 20 Терабайт Ориентировочно Дальше Цена ЛВС Или СПД Система Передачи Данных С коммутаторами Примерно Получается Вот если Брать Все Разнесенные Терекоменционные Шкафы Получается Скажем Так Примерно Тысяча Долларов Тысяча Долларов За канал То есть Вот если Посчитать Все это Оборудование То есть 24 канала Может быть До 24 Долларов Дальше Цена АПС Блоков С Аккумуляторами От 200 до 600 Тысяч Рублей В зависимости От количества Аккумуляторов И мощности АПС Систем Бесперебойного Питания В среднем Цена Современной Видеосистемы Составляет От 2 до 3 Миллионов Рублей Причем Камера В ней Самый дешевый Элемент Как ни странно На подобную Систему Необходимо Ориентировочно Чтобы ее Закрыть В районе 50 УЗИП По сигнальным И питающим Цепям При средней Цене За УЗИП От 10 до 33 долларов Получаем Где-то 500 Полторы Тысячи Долларов То есть Не более Не более 350 100 тысяч Рублей Что составляет Всего полтора Три процента От стоимости Системы Поэтому Применение УЗИП Оно не только Необходимо С точки зрения Живучести Системы Но и С точки зрения Именно Экономии Денег Перейдем Теперь К подбору УЗИП Собственно Говоря Здесь Придется Немножечко Пойти Как бы От базовых Понятий Деваться Некуда Но попробуем Делать это Все просто То есть Чтобы подобрать УЗИП Надо вообще Понимать Какие параметры При подборе УЗИП Используются Так как Тема Это связано С молниезащитой И За базу Взята молния То Значит Принято В результате Наблюдений И Как бы Измерений Что Прямое попадание Молния Порождает Собою Некий Импульс 10-350 Микросекунд То есть Фронт Этого импульса 10 микросекунд А Половинный Спад Здесь Вот на Графике Если вы Видите Половинный Спад Это Значит 350 Микросекунд То есть Вот это Красным Изображена Вот это Первая волна Поэтому Эта волна Считается Что она Должна Применяться Для испытаний По классу 1 То есть По классу Когда УЗИП Предназначен Для прямого Попадания Молнии Далее Существует Для испытаний Второго И третьего Класса Условные Так назвали Эти испытания Применяется Волна 8-20 Микросекунд Здесь Она на графиках У нас Вот она Изображена Зеленым Цветом Хотя Амплитуда Ее На самом деле Не больше А такая же Может быть Даже Как и У основной Волны Но Главное Что фронт У нее 8 микросекунд А спад 20 То есть Она достаточно Короткая Считается Что Как правило Вот такого Рода Наводка Может Появляться Когда Удар Молнии Где-то В ближней Зоне И это Как бы Вторичная Наводка Вот она Такой форме И ее Используют Для испытаний Устройств А также Классификации По классу 2 и 3 Второму И третьему Классу И наконец Третья Достаточно Экзотическая Волна Это Волна По напряжению Потому что Вот эта волна Она Значит Форма Импульса Напряжения Она Значит У нас здесь Представлена Миленькая Она такая Интересная У нее Очень резкий Фронт Потому что Нету Нагрузки Нагрузка Бесконечность И Спад 50 микросекунд То есть Эта форма Волны Используется Для испытаний Только УЗИП Третьего Класса Ну вот Они в ГОСТах Упомянуты К чему Это все Как бы Я рассказываю Вот если Вы начнете Разрабатывать УЗИПы Или их Проверять Или тестировать То Вам надо Будет иметь Некие Приборы Если Вы замахнетесь На Первый Класс То Это будут Огромные Достаточно Приборы Мы вам Их покажем В конце Видео Если удастся А значит Для второго Класса Тоже Приборчики Более Компактные И третьего И эти Приборы Как бы Одновременно Являются Комбинированными То есть Эти приборы Второго и Третьего Класса Они могут Обеспечить И волну По напряжению Данных Характеристик И волну По току То есть 8,20 И 50 В зависимости От наличия Нагрузки Таким Образом Значит Переходим Теперь К базовым Параметрам УЗИП Базовые Параметры Всех УЗИП Значит Ну Первое Это то Что в линии У нас есть Собственно Полезные То есть Это сигналы То есть У сигнала Есть всегда Напряжение Есть ток Как характеристики Есть его форма Есть его частоты Так или иначе Дальше Что касается Уже параметров Защиты То вот Первый параметр Начальный Параметр Так называй Как я его Так условно Назвал Но это На самом деле Максимальное напряжение В линии Без ограничений То есть Именно по напряжению То есть У вас Например Может быть Сигнал 5 вольт Но При 7,5 вольт УЗИП его пропускает Но не входит В режим ограничения Далее Есть такой Очень интересный Параметр Квалификационное напряжение То есть Он не часто Употребляется Но он интересный То есть УЗИП Когда начинает Работать Он начинает Открываться И через себя Замыкать Вот этот Ток Перепускать Тем самым Ограничивает Напряжение То есть Принцип в этом То есть УЗИП Устройство Ограничивающее Перенапряжение Именно по Вольтам По напряжению Но Через него Протекает Некий ток Когда он Начинает Работать И вот Чтобы Как-то Определиться Когда У него Начинается Вот это Ограничение Его работы Есть так Называем Квалификационные Напряжения Которые Обеспечиваются При заданном Токе Утечки Уже Через УЗИП То есть В исходном состоянии Утечки Практически Нет Там Какие-то Микроамперы Наноамперы А вот Когда он Открывается Появляется Вначале Один миллиампер Потом До Килоампер Разряд Идет Через него Так вот Это первое Ограничивающее Напряжение У ноль Далее Ток Который Вы видите Ну вот Здесь Характеристики Наверное Может быть Все знают Эти характеристики Ну кто не знает Максимальный Разрядный Ток Общего Плана Да Это Как раз Уже Для Испытаний Коротким Импульсом То есть Вторичным То есть Которые 8-20 Микросекунд И вот Этот импульс Устройство Должно Выдержать Как минимум 1-2 раза Импульсный Ток Вот этот Ток Казалось бы То же самое Что максимальный Разрядный Но Его так Хитро Назвали Почему-то Импульсным Током Это ток Который Для испытаний По первому Классу 10-350 Микросекунд Соответственно Он называется Импульсный Дальше Начинается Напряжение Защиты Оно может быть При максимальном Разрядном Токе Как правило Есть так называемый Номинальный Разрядный Ток Это ток Который Много раз Может быть УЗИП Его отработать То есть Много раз Защитить оборудование При этом Не выйдет из строя Как правило Это от 100 До 200 Раз Даже Там бывает И меньшее количество Неважно И общий параметр Это быстродействие УЗИП До начала Ограничения Еще есть такая Очень специфическая Характеристика Которая тоже Неочевидна И очень запутанная Для многих Непонятно Ее пересчитывать Приходится Это вот Уровень напряжения Защиты При скорости Нарастания Напряжения То есть Разрядники Когда стоят В УЗИПах Они бывают На разрядниках Это очень мощный элемент Там важно Не то Что какое напряжение У вас Допустим Навелось А как быстро Оно возникло И вот там Обычно Вот этот фронт Классификационный Допустим 1 кВт В микросекунду Нарастания И после этого Разрядник открывается И ограничивает Напряжение На определенном уровне Вот это Базовые параметры Далее Вот у УЗИПов Общих Из этих всех параметров Которые общие Есть Гораздо меньшее количество Почему? Потому что Как правило УЗИПы Слаботочных систем Они 2 и 3 класса Вот поэтому У них параметры Общие с силовыми параметрами УЗИПов 2 и 3 класса Для системы Электроснабжения Ну вот здесь У нас Номинальное рабочее Напряжение Остается Длительно допустимое У Континюэт Да Там Континюэт Продолжительное Рабочее Да Уровень напряжения Защиты У Протекшн И Соответственно Время срабатывания И номинальный ток Разряда То есть Вот эти Общие параметры Которые Как бы С обычными Со всеми УЗИПами Одни и те же Вопрос Класс А вот теперь Мы переходим Наконец-то К слаботочным УЗИПам Для слаботочных Систем Вот здесь Появляются Совершенно новые Базовыми И крайне Необходимыми Без них УЗИП просто Не подобрать Первое Это Стандарт Передачи Вид интерфейс Или канала Связи Вот здесь В таблице Вы видите Много Очень Различных Стандартов Тут Цифровые Стандарты Потом Идут Значит Стандарты Аналоговые Сейчас Где моя Это самое Да Вот Цифровые Стандарты Потом Аналоговые Стандарты Из телефонии Но они Тоже Аналоговые На самом деле Аналоговые Цифровые Здесь Wi-Fi GSM Стандарты TVI CVI Это Современные Стандарты Камеры Которые Используют Аналоговые Но Высокого Разрешения Сигналы То есть Не все IP-шные Камеры На самом деле В системах Видео Есть TVI CVI И IHD Так называемые Ну и Наконец Телевизионные Стандарты Это Спутниковое Эфирное Телевидение Дальше Мы Остановимся На параметрах Или Если Будет Кому-то Интересно Их Рассмотрим Но Тема Это Очень Огромная Поэтому Вот Этой Теме Стандартов Чтобы Ориентироваться Как Рыба В воде Надеюсь Даже После Одного Вебинара Мы Задумали Еще Два Других Вебинара Которые Будут Про Ethernet И Собственно Говоря Про Первый Стандарт И Про Все Остальные Виды Вот Этих Стандартов Интерфейсов Отдельный Вебинар То есть Будет Два Вебинара По Этим Темам Можно Будет Их Подробно Там Рассмотреть Переходим К следующей Характеристике Которая Естественно Очень Важна Это Скорость Передачи Для Цифровых Сигналов Дальше Мы Будем Уже Рассматривать Конкретные Параметры Этих Характеристик Для Аналоговых Систем Обязательно Будет Необходимо Знать Полосу Пропускания И Далее Есть Еще Так Называем Параметр В УЗИПах Это Затухание На Контрольных Частотах Для Цифровых Каналов Как Правило Это Затухание На Верхней Частоте Канало Вот Например Для Цифровых Каналов Известная Тема Ethernet 100 Мегабит Это Для 100 Мегабит Передачи 100 Мегагерц На Этой Частоте Должно Быть Затухание Если Его Нет Значит УЗИП У вас Неправильный Он Не Детестирован А Вот Если У вас Гегабит УЗИП То Частота Как Ни Странно Будет 250 Мегагерц Об Это Можно Будет Поговорить Позже Ну Вот Есть Такие Параметры Дальше Для Аналога Системы Коэффициент Стоячей Волны Добавляется И Очень Интересный Параметр Это Собственно Говоря Возможность Передачи Питания По Сигнальным Парам Ну Вот Обычно Для Интерфейсных УЗИП Интерфейсы Организованы По-разному И Вот В отличие От Силовых Линий Тут Не Просто Передается Напряжение Питания То есть Как правило Этого Постоянная Составляющая Она Может быть Разного Потом Мы посмотрим Характеристики Уровня Вот И при этом Она должна Обеспечить Некий Ток Питания Поэтому Значит Для чего Это нужно Есть Так Назованные Петли управления Токовые В диспетчеризацию Применяются Для диагностики Управления Системами Вот Мы Рассмотрим Это Сейчас На Следующих Слайдах Итак Значит Еще раз Как Как говорится Переходим К Собственно Еще раз К основным Пунктам Которые Нам надо знать Чтобы выбрать Модель УЗИП Значит Первое Нам нужно Назначение УЗИП Знать То есть Какие цепи Оборудования В каких Системах Он защищает Второе Нам нужно Знать Стандарты Под которые Этот УЗИП Применяется В слаботочной Системе Дальше Такие Ну уже попроще Немножко Где размещается То оборудование Которое мы Защищаем УЗИП Да Там есть Варианты Взрывоопасная Среда Агрессивная Там Улица Это Шкаф Обычно Неотапливаемое Помещение Ну и Наконец Конструктив Этого Защищаемого Собственно Оборудования То есть Вот это То что Нам необходимо Для того Чтобы Начинать Этот выбор Теперь Значит Вернемся Вот к этим Базовым Характеристикам Потому что Если вы Начнете Подбирать УЗИП И его Где-то Заказывать У вас Постоянно Будут Спрашивать Эти характеристики Как мы Не хотим Нам придется К ним Возвращаться Каждый раз Таким образом Вот здесь Представлены Значения Этих Параметров Ну Начать Для базовых Которые Применяются В слаботочных УЗИП Это ряд напряжений От 6 вольт До 230 Кстати По ГОСТу 230 А не 220 вольт По последнему Веянию Кто не знает Напряжение Длительно допустимое Которое Значит Как правило Формируется Из номинального Рабочего напряжения Плюс 20% Превышение Этого напряжения Вот это Максимально допустимое У континьот Непрерывное Длительное Допустимое напряжение Оно Соответственно Больше Рабочего На 20% Как правило Как минимум На 20% Должно быть Иначе УЗИП Будет обрезать Отклонение Болезного Напряжения Уровни Напряжения Защиты Как правило Они бывают От 15 до 800 вольт В зависимости От этих Рабочих Напряжений Например Для 6 вольт 15 вольт Для 230 В районе Там 500 800 вольт В зависимости От модели УЗИПа Время срабатывания Вот мы вернулись К этим интересным моментам Время срабатывания УЗИПа На самом деле Есть два Как бы Времени базовых Срабатывания Это наносекунды В чистом виде Это для УЗИП На полупроводниках Тресилах Микросхемах Как правило Это от 10 до 20 Не более 25 наносекунд И Для газоразрядных Схем У нас это время Как минимум Будет от 100 150 200 наносекунд Это важный параметр Потому что Пока идет 200 наносекунд У вас в принципе Слаботочная система Может погореть Поэтому это Очень интересный Параметр Мы потом можем Обсудить Как и что с ним делать Дальше Номинальный ток разряда Поскольку УЗИП Как правило Это третьего класса Слаботочной системы Иногда бывает Второго класса На газоразрядниках Как правило Это третий класс То номинальный ток разряда По густу Не должен превышать 3-5 килоампер Килоампер Это килоампер Здесь Так Значение Да Значение я не указал Вот Но не важно Максимально допустимый Ток разряда Соответственно 10 киловольт Это очень Приличный ток 10 киловольт Может быть 5 киловольт Максимально допустимый Ток для третьего класса По ГОСТам Может быть В особых случаях Для второго класса Там где-то максимум 20 Ой, извините Килоампер Речь о амперах 20 килоампер Ток разряда Максимально допустимый Это вот эти базовые параметры Теперь вот мы перейдем К параметрам Именно которые Сосны только Слаботочным системам Значит Ну, первое Это параметр Не параметр Но это главная И характеристика Это стандарт Еще раз возвращаемся Вы должны знать Тип стандарта Вид интерфейса Канала связи То есть вы должны Определиться Вот в этих Вот Как бы терминологии Где-то взять Эту информацию Получить ее Далее Скорости передачи Как правило Они Бывают Нескольких Базовых Таких величин В УЗИПах Первое Это 1 Мбит в секунду Это интерфейсные УЗИПы Вот Иногда Конечно Интерфейсные УЗИПы 10 Мбит в секунду Даже для ВДСЛ2 Вот стандарта Например Может получиться Что у вас уже будет 20 Мбит в секунду Но это Достаточно Редкая Ситуация Дальше 100 Мбит в секунду Это уже Ethernet Протокол И соответственно Гигабит Диапазон частот УЗИПов Для слаботочных систем В зависимости от того В каком он окажется У вас в стандарте Он у вас будет Где-то От 47 МГц До Скажем так 6 Гигагерц То есть До 6000 МГц Значит Параметр Который говорит Про затухание На контрольных частотах На краях Диапазона Для аналоговых систем Либо на верхней частоте Диапазона Он не должен превышать 1-2 дБ Ну и дальше Проэффициент стоячей волны Мы еще посмотрим Графики Не более 2-3 То есть это считается Приличной системой Мы поговорим Что это такое Если кто не знает И Далее Вот ток Который должен Передаваться Для питания Либо управления Токовой петлей В интерфейсных Двухпроводных УЗИПах Как правило Это двухпроводные системы По которым Передаваться И информация И напряжение питания Только это напряжение питания Должно обеспечивать Некий ток Допустимый Он может Достаточно Для токовых петель Бывает и 100 мА Чтобы организовать Управление Токовой петлей Систем диспетчеризации Каких-то там Периферийных устройств Но Иногда требуется И питание До 5 А То есть это Реальный блок питания И вот этот вот Ток УЗИП Должен пропускать Переходим теперь К параметрам Что нужно Обязательно знать Для выбора То есть Первое Стандарт передачи Мы все время Вокруг него крутимся Как бы да Но тем не менее Мы должны это усвоить Второе Скорость передачи Для цифрового Канала связи Потому что Если у вас В УЗИПе Это не написано Просто написано Что он для харта Ну вот и бог знает Какая там Скорость Акрас 1 Или 10 мегабит В секунду И так далее Потому что ВДСЛ АДСЛ Это имеет огромное Значение Скорость передачи Это необходимый Параметр Мегабит В секунду Для цифровых Соответственно Систем А для аналоговых Систем Диапазон частот Без которого Мы тоже Не можем его применить Вот тут Вы видите Стандарты В которых Вы уже определились И все эти стандарты Все аналоговые И все они Требуют знания Диапазона частот Ну и наконец Номинальные Рабочие напряжения То есть Надо понимать Какие там напряжения Все таки Этот УЗИП Будет иметь Рабочие Какие у них будут Формы импульсов То есть Это будет Прямоугольный импульс Это будут Какие-то там Просто Синусоиды Или там Это будет Аналоговый сигнал Постоянный уровень Перемены Там Система С датчиков Идет сигнал То есть Вот эти Очень важные Параметры Для выбора Слаботочной системы Где это все Можно брать Чтобы это все Найти Хотим мы того Или нет Нам каким-то Образом Надо Получить доступ К проектной документации Значит Ну Нам не нужна Вся проектная документация Нам нужно Например Спецификацию По защищаемому Оборудованию Для чего? Для того Чтобы увидеть там Название И маркировку Этого Оборудования То есть допустим Это какой-то контроллер Его будет марка известна Мы можем его назвать Производителю УЗИПа И производитель УЗИПа Предложит вам Или Мы же по продажам Есть у них компетенции Подходящий УЗИП По данным устройствам Но Это еще не все Ведь понимаете Контроллеры Бывают У них Они многопортовые У них бывают Совершенно разные стандарты Разные размахи сигналов И поэтому При этом Да Я все вопросы Эти отвечу Интересные вопросы Спасибо Задавайте их побольше При этом Вы можете Попасть в просаг То есть вы например Взяли какой-то считыватель А у него там Несколько стандартов И совершенно разные подключения И разное количество Даже пар То есть даже знание Защищаем оборот По спецификации Не позволит Подобрать УЗИП Нам нужно К этому еще чуть-чуть Хотя бы Некую структуру Системы Для понимания И Какую-то схему Связи Или соединений То есть надо Увидеть Как этот контроллер Например Связывается с датчиком С каким датчиком Тогда можно понять Чем защищаем датчик Чем контроллер И Это минимум Миниморум Сейчас век тендеров Поэтому тендеры Как говорится Управляют нашей жизнью Это очень серьезный вопрос Я занимался тендерами Два раза Ой Извините Два года Нашей фирме Организовывал это направление И продавал оборудование Различного типа Вот Сейчас в тендерах Достаточно все очень жестко И там могут быть Так называемые Опросные листы Опросные листы Как на оборудование Которое мы защищаем Так собственно И на наш УЗИП Но вот Вы понимаете Часто УЗИП Там написано Да вроде бы все есть Но например Нету его рабочей частоты Или чего-то не хватает Поэтому Начинается запрос Все таки Опять таки По слаботочной системе Что же у вас стоит в системе Что же вы все таки хотите Этим УЗИПом защитить Можно подойти формально Что-то продать Но потом будут проблемы Мы так не делаем Вот этот Как бы Простой алгоритм Что у вас должно быть Если у вас Встраиваемый Офбокс То вы можете В виде платы Использовать Если у вас Например Вот очень интересный Конструктив Это исполнение В виде Принтов То есть У вас есть Принты У вас есть Например Шкафы Телекоммуникационные В которых Там 100 парные кабели То есть У вас 100 линий Сразу приходят И уходят из шкафа Но понятно Что поставить 100 вот таких УЗИПов Вы не сможете Даже многоканальных 2-3 Есть вот такой вариант Используя вот эти Кассеты Особенно Сигнализации Установить Вот эти Маленькие Вставочки И вот Гребеночка Так называемая Получается Вот Ну и соответственно Рековые исполнения Они очень важны Тоже Ну и для Высокочастотных Систем Хочу Останется Два слова Буквально На исполнение Именно Высокочастотных УЗИПов Они должны быть Во-первых Экранированный Металлический Корпус Во-вторых Изолированная Подложка Потому что Когда ее нету У вас будут Гальванические Завязки И вот Так как Вот эти УЗИПы Высокочастотные Они с аналоговым Сигналом Работают Там нет цифры Как таковой Цифры уже После декодирования То Если вы его Куда-то Просто на Бетон даже Закрепите У вас будут Токи утечки От влажности И у вас будет Искажение Аналогового сигнала И завязки Токовые Это Телевизиончики С этим Постоянно борются Вот такие Бывают конструктивы Дальше Мы переходим К условно Теперь Группа УЗИП Ну вот Разные Производители Они делят Условно Эти группы Каждой по-своему То есть Ну это зависит От фирмы Но в целом Я вот вам Как бы такой Пример Ну пример Да Вот в данном Примере Вот мы например Их подразделяем Условно На несколько Групп если возможно Еще какие-то группы Вот вы здесь Их видите Да Значит Ну я сейчас Не буду уже останавливаться То есть понятно Значит Что к чему То есть вам надо Определиться Скажем из какой группы УЗИП То есть Подойдем к этому Еще с другой стороны Да Вот мы возвращаемся То есть у вас есть Некое изделие Устройство Что-то Что вам надо защищать Как его найти Сейчас мы попробуем Сделать некую схему Предложить Схему поиска Ну вот определитесь Что это за Периферийная Какое Беспроводные узлы связи Да Дальше вам будет уже легче Стоечное оборудование Там посты управления Дальше мы знаем И это Переходим к следующему Вспоминаем название Наших систем Которые нам тоже Надо бы знать Для того Чтобы подбирать УЗИП То есть мы знаем Теперь в какой системе УЗИП И где он находится Дальше Теперь мы переходим Собственно говоря К этому оборудованию И вот здесь Это такая воронка Которая сужает Круг нашего поиска То есть вы можете У вас периферийное оборудование Дальше у вас может быть Это видеокамера Тогда у вас могут быть Следующие стандарты То есть вы идете По этой цепочке И приходите к стандартам Которые могут быть Использованы В видеокамерах Это от IP До аналогового сигнала Высокого разрешения И так далее По любой цепочке Коммуникационные узлы Они могут быть контроллеры Могут быть коммутаторы Если это коммутатор То это обязательно Ethernet протокол Если это контроллер То это у вас Разновидности 85 интерфейса Либо ADSL ВДSL Но об этом Будет у нас Целая тема Посвящена Вот этим стандартам Вы в них В принципе Со временем Я думаю Все будете Хорошо разбираться Вот Дальше Если у нас точный оборон Это может быть Даже регистратор А у регистратора Будет тогда Два порта Возможно Задействовано Не только Ethernet А IP-шный порт связи Ну современный Имеется в виду Регистратор Но и 85 интерфейс Который позволяет Управлять Поворотными камерами Есть и такое Там Джойстики И так далее Вам нужно защитить Все эти порты То есть Вот вы Когда По этой ворозочке Пройдете Вы уже поймете Какой УЗИП С каким стандартом Вам нужен А стандарт Это ключ к поиску Вот мы сейчас Дальше перейдем К следующему слайдику Вот здесь Уже еще более Интересная таблица Либо более скучная Скажем Но Тем не менее Можно ей руководствоваться Вот например Вы определили С группой УЗИП И тут Есть уже дальше По группам Ключевые параметры Которые в данной группе Вы можете использовать Я вот не буду Тут ничего читать Вообще Надеюсь Что эти слайды У вас потом Окажутся в доступе Вы так по ним Посмотрите немножко И вы поймете Что все Очень взаимосвязано Всегда есть Закономерности И вот эта таблица Как бы на базе Той предыдущей воронки Позволяет нам найти Как бы И от системы И от группы УЗИПа И от интерфейса И от параметров Как бы Дедуктивным методом Восстановить Недостающую вам информацию То есть вы можете Чего-то не знать Но Например Имея эту таблицу Вы можете Как это Highly likely С величайшей долей Вероятности Определиться Какой у вас Например стандарт Или что у вас там Например за интерфейс И соответственно Вы знаете Группу Уже интерфейса Точнее группу УЗИПа И можете его Именно заказывать На фирме Сейчас мы немножко Про виды испытаний УЗИП Значит Ну Для чего вообще Вот эти все испытания Ну Для того чтобы Как бы Вы понимали Что Не просто Декларативное заявление Параметров Все эти параметры Должны быть проверены Фирмой Производителем Это кстати Вот говорит о том Какого качества Вы покупаете УЗИП Если вы Видите Эти испытания Например Здесь мы смотрим Да Это испытания Наших интерфейсных УЗИП Вы видите Вот это входной сигнал Это выходной Вот эти вот Например Осциллограммы Так Входной Выходной Да Вот входной Выходной То есть Это формы Входного Сигнала Интерфейсного На скорости 1 мегабит В секунду Вот Ну вот Такого рода Осциллограммы Это непосредственно Снимает Ваш покорный Слуга Вот это Для другого Типа УЗИПов Которые Мы Разрабатываем Производим Предположим Да Тоже на этой скорости Вот тоже Есть Характеристики То есть Входной Выходной Сигналы Их формы Не должны Меняться При прохождении Через УЗИП Это принципиальный Момент Иначе УЗИП Завалит Вам Всю систему Грубо говоря Дальше Что касается Частотных Характеристик И КСВ Высокочастотные УЗИПы Которые Применяются В системах Где у вас Есть антенный Тракт Или у вас Вынесенная Спутниковая Антенна Допустим У вас Спутниковый Приемник Вам нужно Защитить Вот этот Приемник Спутниковый От наведенного По этому Кабелю От спутниковой Параболической Антенны Вам нужен УЗИП Высокочастотный Для этого Он обязательно Должен иметь Полосу пропускания Которая позволит Вам применять В данной системе Вот Здесь например Частотная характеристика То есть Прибор до 6 МГц Но Мы видим Что минус 1 дБ То есть Минус 1 дБ Где-то в районе Да Ну это вот Более укрупненный вариант Сейчас я вам покажу Наступает Вот Пожалуйста То же самое Наступает Минус 1 дБ Достаточно Где-то уже При Вот они Контрольные точки Да Это эфирное телевидение Здесь вообще Нет затухания Почти никакого Меньше ДБ Здесь уже В рамках дБ Это уже Спутниковый диапазон До 2 ГГц Первое ПЧ А это вот Наш Wi-Fi диапазончик Вот здесь Вот Здесь тоже не превышает Затухания Определенного Ну тут мелко Как бы Да Достаточно мелкие характеристики Но это надо укрупнить То есть Не более 1-2 ДБ Должно быть Затухания В таких системах То есть УЗИП Должен обеспечивать Вот Интересный параметр КСВ Так называемый Коэффициент стоячей волны По напряжению Который также Должен быть замерен И вообще говоря У правильных Производителей И у хороших УЗИП Которые работают Реально Он должен быть Озвучен Если его нету То это какая-то Странная Значит ситуация Подозрительная Вот например Видите Мы измеряли Здесь КСВ Для нашего Опять-таки Диапазон У нас есть Наши реперные точки Вот наш Диапазон Он не превышает Двух Это цифра два Двух КСВ Не более двух Почему это важно Это важно Потому что Это и есть Отражение Полезного Как бы Мощности Передаваемой В антенну мощности То есть Если у вас Вынесенная К роутеру Антенна Она работает Прием-передающим Образом Wi-Fi роутер То Она у вас Будет просто Отражать мощность И терять ее И это Как бы Неправильно Так Ну вот сейчас Мы уже переходим К УЗИП На основе газоразрядников И тут Немножко Пробежимся Как бывают Какие повреждения В УЗИПах Ну вот это В газоразрядниках Что может произойти Если параметры Не соответствуют Вот видите Тут Достаточно Красочный взрыв Не дай бог Это горща А вот тут Горят Пачкарды Кстати Вот У варистеров Очень интересные Картинки Вот варистер На испытательном Стенде То есть Вот его Что происходит С варистером Он начинает Коротиться И собственно говоря После этого Возникает пожар В щите Хорошо Если все Закончится Вот такой Ситуация Этого Большое Везение Но хуже Когда вот Такой Вот Например Значит Вот это Опять-таки Варистеры Видите Что с ними Происходит Вот это Китайоза Какая-то А это Вот наш Когда мы Измучили На базе Новые Разработки Это Второй Класс Сделали Как раз Так Дальше Ну вот Защита В таких Случаях Так Немножко Остановимся Чтобы вы Понимали Вам Нужен еще Подбор Узипов Если У вас Не дай бог Там Есть Силовые Варистеры Осуществлять С учетом Что там Есть Защита Вот Есть Разные Виды Защиты Обязательно Она Желательно Должна Быть Вот Как Здесь То есть Защита Без Предохранителей Вот Многие Продадут Вам Допустим Такой Элемент Или Просто Вы Откроете А там Один Элемент Больше Ничего Не Стоит И Никаких Вот Таких Механики Нет Просто Индикация Что Мы Выяснили Что Эта Защита Не Срабатывает Внутренне Встроенная Она Работает Только На Синусоиду 220 вольт Но Вовсе Не на Импульс Который У вас Появляется Собственно На Который УЗИП Рассчитан Поэтому Будьте Внимательны Вот Ну Слаботочный УЗИП Тоже Видите Очень Интересно С ним Происходит Следующее Как бы Все Считают Что Слаботочка Все Очень Маленькая Компактненькая И Начинается Вот Тут У нас Дуги Вот У нас Дуги Возникают На стенде И Вот Это Все Успешно Выгорает Почему Потому Что Есть Очень Маленькие Зазоры Выгорает Печать Выгорает Разъем RJ45 Вот Поэтому Это Надо Иметь Ввиду Высокочастотные УЗИП Вот Опять же Почему Вот Мы Смотрим Параметры Почему Нету На 40 Килоампер Высокочастотных УЗИП Может Конечно Где-то Есть С Очень Большими Разъемами На Очень Больших Газоразрядниках Но Опять Инерационность На самом деле Вот Если Взять Стандартные Например Разъем Телевизионного Диапазона Эфка И СМА Разъем То Вот Здесь На таблице Вы видите Вот Это Испытательное Напряжение А это Ток Разряда Газоразрядник Сработал Так Вот При 24 Киловольтах Для Значит Вот УЗИПа Телевизионного Для Телевизионного Спутникового Систем У Вас Еще Пока 14 Килампер УЗИП Отработает И ограничит Ограничит Он Немного Немало До 560 Вольт То есть Он Спасет Вам Оборудование От Потери Но Если У вас Уже Будет 30 Киловольт То Возникают Токи При которых УЗИП Просто Начинается Испарение Самоизоляции Кабель Он Просто На испытаниях Он Превращается Вот Это Пенозаполнение В Ничто Просто Испаряется Поэтому УЗИП Перестает Уже Работать При Определенных Токах И напряжениях Больших В киловольтах Имеется Ввиду И это Надо Иметь Ввиду То есть Если Вы Видите Какие-то Фантастические Цифры Вспомните Вот Эту Таблицу Что У вас СМА Разъем Никогда Не будет У вас Больше 7 Килоампер Тока Разряда У вас Просто Выгорит Кабель И отвалится На входе Или Будет Не нужен У вас Работает Сам Кабель Такая таблица Основные Принципы Значит Вы Видите Что Длина Линии Она Порождает Проблемы Значит Поэтому УЗИП Надо Стать Как Можно Ближе К Оборудованию Которое Защищает Как Можно Ближе Вот Местное Заземление Крайне Необходимо Если Заземления Никакого Нету То УЗИП Можно Не ставить Он Работать Не будет Слаботочных УЗИП Противоречие Номер То есть Нам Нужно Ограничить Как бы Помеху До Уровня Пяти То есть Десяти Допустим Вольт Сигнал У нас Пять Вольт Семь Но При Этом Не Изменить Полезный Сигнал Но Как Только Мы Ставим Активные Элементы У нас С вами Сразу Появляется Соответственно И Ухудшение Параметров Вот Почему Необходимо Тестирование То Это Как Б Весы Своего Рода Очень Сложно Найти Баланс И Это Такое Противоречие Которое Трудно Разрешаемое На самом деле Поэтому Крайне Необходимо Экспериментальные Испытания УЗИП Слаботочных В первую очередь Всех Второй Момент Вот Вы Видели Что Вам Заземлить То есть Вам Получается Надо К шине К ПЕ Подключать К ПЕ Проводнику Вашу Вот Эту Защиту Заземления Но ПЕ Проводник Представляете Если В нем Допустим Ток Ну Допустим Там 1 Килоампер Даже Вот А у него Сопротивление 4 Ома Значит Это Получается 1 Киловольт Точнее 4 Киловольта И Вот Это Напряжение У вас Упадет На Шине Заземления При Ее Длине Даже Поэтому Если Она Не В земле 4 Ома А К ним Добавлены Еще Ома Заземления То Это Все Не В земле Растворится Мощность А она Будет Подставкой Подложкой К вашему Напряжению И защита Может Не Состояться Вот Это Второе Диалектическое Противоречие Третье Противоречие Которое Мы С Больше У вас Нет Возможности Защититься Потому Что Если Слева Мы Защищаем По Сети Мы Здесь Можем Поставить Узип Второго Класса Без Проблем 20 Килоампер То Та же Самая Наведенная Волна Справа У нас Больше Третьего Класса Мы Не Защитимся У нас Все Равно Все Сгорит Поэтому Это И Есть Противоречие Диалектическое Вот Это Реальный Стенд Для Испытаний По Третьему Классу Он Обеспечивает Как раз Гармоничие Вот Это Комплексный Импульс По току И по напряжению Третьего Класса О котором Мы Говорили С вами Ранее Вот Это Реальный Осциллограф Реальное Измерение Реальная Плата Для Испытаний Это Реальная Жизнь А Госты У нас Говорят Что Гост Нам Говорят Следующее Что Мы Должны Вот Его Можно Долго Читать Вот Вы Можете Так Немножко Пробежаться Потом Еще раз Вернуться Но Что В нем Есть Ценно Вот В нем Есть Ценно Это Что Написано Прикладывает 5 Отрицательных И 5 Положительных Импульсов По Таблице И Вот Мы С вами Начнем Смотреть По Таблице Прикладывать И Проводить Испытания Значит И Значит Для Каждого Импульса Ограниченное Самого Устройства Но Понимаете Вот Реальная Жизнь Она Как бы Немножко Другая Сейчас Мы С вами Видим Реальное Видео Коротенькое Видео Буквально Три Секунды И Поймем Что Реальная Жизнь Там Импульс Он Не Такой Вот Что Их Будет 5 Плюс И 5 Минус Он Будет Синусоидальный Затухающий Как В Лейденской Банке Ну Вот На На этом Мы Сейчас Заканчиваем Вот Эту Презентацию И Коротенькое Видео Давайте Его Посмотрим С серединки Ну Спасибо Огромное За то Что Вам Хватило Терпения Теперь Готовы Отвечать На Вопросы На мой взгляд Очень Интересная И Познавательная У нас Получилась Лекция Прокомментируйте Видео Пожалуйста Что Там На Нем Произошло Что Это Такое Мы Видели На Этом Видео Ну На Самом Деле Это Реальный Стенд Для Испытаний По Второму Классу То Здесь Вот То Что Вы Видели Значит 30 Киловольт Напряжение Можно Получить На Испытуемом Изделии Тут Есть Еще Одно Маленькое Видео Ну Вот Собственно Горя Что После Изделия Произошло Вот Ну Можем В принципе Тоже Показать Значит Вот Оно Коротенькое Сейчас Буквально Вот Все После Этого Испытания Второй Кадр Даже Расстроилась Резкость Видеокамеры В телефоне Повет Разряда Реально Сусти Довел Или Пораньше 36 Ровно Хорошо Что Он Вообще Умер Да Ну Вот Все Финал Ну Вот Видите Это Собственно Говоря Испытывался УЗИП Второго Класса Для Напряжения 220 Вольт На Стенде Который Позволял Проверить И защиту И Гостовское Килоамперы Которые Он Выдерживает Мы Провели Серию Таких Испытаний Корпус Откололся Это Испытательный Стенд Лаборатория Специальная Она Достаточно Серьезная Там Стекло Защитное Стоит То есть Находиться В этой Лаборатории Без Беруш Выше 30 Киловольт Просто Невозможно Это Очень Большие Громкие Разряды Опасность Разлетается Иногда Роман Владимирович Есть Вопрос Как раз По поводу Испытания УЗИП Испытания Ваших УЗИП Идут В сертифицированных Лабораториях Или нет Испытания УЗИП Идут Да Здесь Идет Два Этапа Вначале Мы проводим Испытания На фирме То есть Вы видели У нас Приборы Есть Далее Мы проводим Уже После этого Делаем Выезд В сертифицированные Лаборатории Которые Дают Сертификаты Именно На УЗИП Да То есть Они Их уже Проверяют Дополнительно То есть Уже Даже Без Нашего Участия Спасибо Вопрос К слайду По параметрам УЗИП Я так понимаю Это один из первых Слайдов В каком стандарте Есть эти параметры Где Какие обозначения У них Почему они Не из ГОСТа То есть Почему опираемся Именно на эти данные На эти параметры Имеется ввиду Вот Вот эти Где У Нулевое Было А У нулевое Да У нулевое Ну Почему Это на самом деле ГОСТовский параметр Это так называемое Каллификационное напряжение Если вы откроете Любое Как бы ПДФ На Варистор На варистор Да Допустим Второго Под второй класс Там Который 10 кА Там 20 30 Килампер Ток держит То у вас Этот параметр Будет Он заявляется Производителем Он на самом деле ГОСТовский параметр То есть Это Западный стандарт И Вот В чем смысл Того тока утечки Ведь понимаете Значит Как-то надо Самую нижнюю границу Определить Защиты Да Да У нас У нас Напряжение Защиты При максимальном Токе Разряда При каких-то Токах Но они Произвольные Если у нас Рабочий Ток Разряда Допустим 10 кА То там Напряжение Будет Допустим 500 вольт В данном УЗИПе А вот При О нулевом Он очень Очень близок Будет к начальному Его как бы Значению То есть Он может быть Там 200 вольт То есть Это вот Интересный момент Ведь Ограничение Оно тоже Как бы Такой вот Пологой Характеристики То есть Оно Вначале Маленькое Потом Оно Немножко Взрастает То есть Но не по экспоненте А именно По параболе Скажем так Горизонтальной Параболе Вот Поэтому Этот параметр Он существует Просто Вот Может быть Не все о нем знают Почему я на нем Акцентировал Он интересный параметр Спасибо Есть еще один вопрос Не так давно У нас Был вебинар От профессора Эдуарна Мировича Базеляна Про Предохранители Перед УЗИП Соответственно Вопрос Похожий В тему Прошлого вебинара То есть Какие номиналы Предохранители Ставятся Последовательно С фористерами Разрядниками На самом деле В слаботочных УЗИП Эти предохранители Как таковые Отсутствуют Слаботочный УЗИП Он Вот мы здесь Не затрагивали Схемотехнику Она состоит Ну например Как правило Из трех ступеней То есть Первая ступень Это газоразрядник Вторая ступень Это Так называемые Диоды Три силы Или Микросхемы Вот То есть Какие-то Полупроводники Дальше идут Да А Собственно Мы не можем Здесь поставить Предохранители Если у нас Например Слаботочная система Ну например 6 вольт Ethernet протокол Там не ставятся Предохранители Последовательно В линию Связи Никогда То есть Это только Мы можем поставить Вот в распредет счетах Для силовой энергетики Да Там мы ставим Предохранители Там Жел-класса Там 80 ампер И там Начинается Вот профессор Очень правильно Говорил Что очень тонкий вопрос Можно и навредить Может не сработать Лучше пусть Все сгорит Или закоротится Но зато сработает Вот Как бы тут Здесь предохранителей Нет Вообще У слаботочки Спасибо Ну и более Такой конкретный Приземленный вопрос В практическом применении В каких точках Устанавливают УЗИП Для слаботочки Для примера Один контроллер И допустим Шесть устройств ПОРС-485 МЭК-101 Либо МОДУС-РТУ Что здесь надо сделать Значит Понятно Что На периферии Ну то есть Мы для себя Делаем Принимаем Стратегическое решение То есть Что у нас Достаточно Как бы дешевое Можно Не защищать Если есть Такое желание Сэкономить Иногда Периферию Не защищают Скажем Ни датчики Может быть Вот эти Устройства Не хочется возиться Но контроллер Защитить нужно Обязательно Вот Поэтому на выходе контроллера Надо ставить Интерфейс УЗИП Тем более Мы знаем Протокол На основе 475 Интерфейса Соответственно Их можно Подобрать По Характеристикам Заявленного Стандарта Но надо Посмотреть Еще раз Тонкость Этого Стандарта Я сейчас Не помню Напряжение Которые Там Может быть Токовое управление Такие УЗИП Например Есть Мы их Производим Можете Обратиться И Значит Вопрос Был Значит Что Защищать Да Но я бы Вот Если По честному По честному Надо защищать Конечно И периферию Тоже Потому что Там На периферии У вас Я не знаю Что за Элемент Вы назвали Просто Я может быть С ним не сталкивался На входе Этого элемента Тоже должен быть УЗИП И тогда Он будет защищен Потому что Будет Выжигать Все В двух Направлениях Такой Вот мой ответ То есть 6 УЗИПов Нужно Если там 5 и 1 6 интерфейсных УЗИПов Спасибо И еще Один вопрос Что понимается Под импульсной Защитой Wi-Fi GSM RF Под импульсной Защитой Вы имеете Ввиду Так Еще разочек Сейчас Мы про RF Защита Следующего Образа Ну вот Ладно Не знаю Слайдик нам Нужен Не нужен Значит Защита Следующего Образа Что у нас С вами Есть RF Это Трансмиттер Есть передатчики С вынесенными Антеннами Если это Wi-Fi Это может быть Вынесенная Пассивная А может быть Даже активная Антенна Wi-Fi Вот Может так Оказаться Что например Для телевидения У вас Вынесенная Антенна С активным питанием Доциметрового диапазона По ней еще и питание идет И вот этот Кабель У вас Снижение Он у вас будет Допустим Метров 30 Откуда-то Спускаться С крыши Например Или с мачты Там 10 метров Плюс еще 15 Вот на этих 15 метрах У вас наведется При ударе молнии Просто в соседние Провода Грубо говоря Или рядом С подстанцией Какой-то У вас наведется Вторичный импульс Который вам Будет просто Выжигать Ваш Транссивер Поэтому вам нужно Защитить Транссивер Если антенна пассивная Ее, понятно, защищать Не надо Поэтому УЗИП Стоится на выходе Транссивера Ну там речь о разъемах То есть Какой транссивер Да Какие у него разъемы То есть Тут имеет огромное значение Потому что Если у вас Допустим ТНС разъем То например Вам нужен ТНС Почему? Потому что он Большего диаметра И нельзя Стать переходники На СМА Вы видели Как они горят То есть Там совершенно Будет Другая Возможность По защите Аналоговый тракт Вот этот Аналоговый Это будет аналоговый тракт Да Там высокочастотный сигнал Он модулирован Но у вас Высокочастотный сигнал Он должен пропускаться В диапазоне частот Но при этом Быть полностью Защищен УЗИПом По высокой частоте Вот Это РФ диапазон Да В том числе Передающий связной диапазон Радио-частотный Радио-фреквенси Да Так условно Они разные тоже бывают Подделятся там КВ-УКВ и так далее Такой вот ответ Роман Владимирович Ну и последний Вопрос на сегодня Если систему IP Видеонаблюдения Со временем Обновят И перейдут На оборудование Поя Плюс Все УЗИПы сгорят В итоге? Нет 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 На самом деле Поя Плюс Подавать На этот УЗИП Можно Можно Просто Поя не будет Передаваться И защищаться Не будет Вот что Проблема Это в чем У нас будет Целый вебинар По этим Именно Эзернет УЗИПам Именно Защите Эзернет Протокол И локальные сети Мы там Очень подробно Это все рассмотрим Но в двух словах Значит Вот УЗИПы Которые предлагаются УЗЛ Допустим Да Условно Е Они Они как правило Рассчитаны Первые На гигабит Скорость Гигабитную И на Поя Они все С поя То есть там Уже заложена Защита Поя Поэтому Я как Проектировщик Егип Рекомендую Не пожалеть 500 рублей Сэкономленных И купить УЗИП Не на 100 Как бы Мегабит Секунду Без поя А купить Сразу на 1 гигабит С поя Цена будет Не сильно отличаться Поверьте В процентном соотношении Будут выполняться Те же проценты Но у вас будет Возможность Апгрейдить Системы Вот Либо потом Вы просто Апгрейдите В рабочем режиме Докупаете УЗИП И те просто Заменяете Да Именно так Спасибо вам За внимание Спасибо Всем За внимание Здоровья Всем крепкого Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин